Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что же принесёт вам пятница. Пятница принесёт вам либо встречи с детьми-внуками, либо, знаете, начало какого-то нового дела. Почему-то мне хочется сказать отдых. Может быть, отдых, начало, не знаю, начало выходных, начало отпуска. Но у кого-то проиграется реально как отдых. Может быть, даже вы об этом ещё и не знаете. Вот. Смотрите, будьте внимательны в пятницу. Вернее, даже в тот момент, когда вы смотрите, могут быть какие-то простудные заболевания, которые просто выбьют вас из колеи, вам придётся взять отдых. Какой-то праздник в пятницу намечается, я так понимаю, на вечер, но вам нужно прям реально приложить усилия для того, чтобы на этот праздник попасть. Свидание также, возможно, вечером. У кого-то может проиграться как деловая встреча. Да. Могут вам что-то тут в пятницу предложить по работе, карьере, бизнесу. Сотрудничество или подработку. Вот. Может быть, подработка где-то в другом месте. Вот. Будете потом раздумывать, какое из этих предложений принять. Денежки придут вам в пятницу. Возможно, если вы свободны, новое знакомство. Так. Но тоже ближе к вечеру новое знакомство. Работы много или дел много у вас будет в пятницу. Прямо. Ну, всё в ваших руках. Опять-таки, не взваливайте на себя сильно много, либо прям вечером реально упадёте от бессилия. Вот. А там ещё какой-то праздник. Праздник может быть не в пятницу. Может быть, в пятницу вас только пригласят на этот праздник. Вполне возможно. А вот. Деловое предложение будет точно. И ещё вечером, может быть, ещё какое-то деловое предложение вам. И денежки точно придут. А вот. Ещё какой-то вопрос, связанный с финансами, будете решать. Я всегда так очень масштабно рассказываю вопросы по финансам. Может быть, элементарно. Да. Что-то будете оплачивать. Это тоже решение финансовых вопросов. Там, я не знаю, коммунальные услуги оплачивать. Или какие-то счета. Вот. Да. Очень вероятно. Причём оплата через интернет идёт. Так. И ещё. Попозже вечером с кем-то что-то вы будете выяснять, с кем-то разговаривать. Причём такой разговор не всегда это выяснение отношений. Но разговоры реально на повышенных тонах. Это может быть с кем-то из родных, близких, знакомых. Не знаю. В коллективе. Может, кому-то что-то будете эмоционально рассказывать, на что-то жаловаться. Вот. Хотя я очень не рекомендую это делать. Потому что обычно всё то, что вы рассказываете, особенно эмоционально, потом обязательно в жизни проигрывается. Или затягивается эта ситуация. Так. Ну, мужчину я тут вижу, конечно. Мужчина вам знаком, светленький какой-то. Может быть, позвонит, напишет. Прям похоже вечером. И 100% будут деньги. Причём, может быть, даже не из одного источника деньги вам придут. А вполне вероятно из нескольких. Так. Карта совета. Вам на пятницу. Так, смотрим. О, богиня Изольда. Бессмертная любовь. Любовь, которой вы делитесь, будет вечной, независимой от ситуации. То есть, это про такую вселенскую любовь. Любовь, которая живёт в вашей душе. Любовь ко всем людям. Делитесь этой любовью. Смотрите на людей с любовью. Старайтесь принимать всех людей. Да, все люди разные. Старайтесь всё-таки принимать их с любовью. И в каждом человеке однозначно видеть что-то хорошее.